Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру Sims 2! И перед началом этой серии у меня к вам есть один небольшой вопрос. Вам не кажется, что цвет джакузи поменялся? Если мне не изменяет память, то наша джакузи должна быть белой. Ну, белые и деревянные стеночки. А тут я захожу в игру и вижу какой-то странный зеленый налет. Разве так было? По-моему, нет. Мне кажется, нам нужно сегодня устроить грандиозную уборку. Итак, мы с вами вернулись в сотню детей. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Значит, нам с вами нужно будет, во-первых, сегодня заниматься нашим цуциком. Потому что, как вы помните, у нас теперь есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, игра! Ты что делаешь? Игра, не надо так делать. Не надо так делать. В общем, у нас есть любимчик, который работает. И понятное дело, что нам нужно будет заниматься его прокачкой. Вы посмотрите, какой офигенный домик у нашего любимчика. Только мне не нравится, что здесь штора проходит сквозь вот этот домик. Может, нам куда-то потом его переставить? Может быть... Кстати, может быть, нам с вами, наконец-то, убрать отсюда вот эту вот грязную машину? Фу, посмотрите, она действительно какая-то грязная, грязная краска. А мы это держим у нас в спальне. Мне кажется, надо будет все-таки перестановку сделать. В общем, наша красавица сейчас отдыхает. Наш любимый питомец сейчас на работе. Я хочу посмотреть, куда я могу переставить. Ну, в принципе, я могла бы сюда переставить. Но нам, наверное, не удастся это сделать, потому что здесь у нас, по-моему, площадка для автомобиля. Правда, ну, как бы автомобиля у нас как бы нет и пока что не планируется. Поэтому я думаю, сделать следующее. Давайте мы продадим вот эту секцию. Сколько мне заплатили? 120, и сюда разместим вот так вот. Все, прекрасно. Слушайте, а я все-таки здесь могу дверь добавить? А ну, давайте проверим. Если я могу здесь добавить дверь, ну, чтобы, знаете, проходить каждый раз не через ворота, а через дверь, то, может быть, действительно лучше здесь добавить дверь. О! Перфект! Просто перфект! Значит, тогда мы можем вот этот вот собачий домик разместить вот здесь. Разворот. Ну вот, смотрите, хотя бы красиво теперь, а то там он проходил через эти шторы и смотрелось как-то not very good. Значит, возвращаемся в игру, и мне кажется, что уж скоро нашу красавицу нужно будить, ребят. И она хочет выйти замуж за Малькольмой. Я понимаю, конечно, но, красавица, прости, пожалуйста, пока что с Малькольмом тебе строить отношения не удастся. Значит, она практически выспалась, мы сейчас ее будем уже будить. И я хочу ее сразу же, наверное, отправить. Прими душ. Потом мы должны с вами разобраться. О! Нет, 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 нет. Нет, ребята, у нас тут бедося. У нас тут бедося. Так, просыпайся. Просыпайся, потом будешь спать. Значит, давай-ка ты сейчас должна сходить в душ, как вы помните. Наша красавица беременна. У Астории, наверное, сегодня родится малыш. А представляете, есть и два малыша, или три. Кстати, ей нужно кулинарию прокачивать. Потому что нам нужен чизкейк. Так, давайте проверим. А, чинить? Подождите, так реально сломалось? У нас здесь все. Ну, надо будет разбираться. Привет, ты кто? По-моему, это Акалиста. Да, я ее помню. Она, кстати, достаточно часто гуляет возле нашего участка. В общем, дорогая, надо сейчас разобраться с нашим садиком. Потому что хотелось бы, чтобы нам как бы и садик давал какие-то мани-мани. И, конечно, наш питомец будет нам мани-мани приносить. Все прекрасно. Так, поливать я не буду. Мы с вами знаем... Куда за компьютер? Мы с вами знаем, кто у нас будет заниматься. А почему я не могу ничего сделать с яблоней? Ну, как бы, она не кликабельная. И здесь у нас все не кликабельно. И апельсин не кликабельный. Я понимаю, что у нас сейчас весна. Но мы, получается, ничего не можем с ним сделать. Так, хорошо. Это мы с вами все посмотрели. Что я еще планировала? Я думаю, что пока что мы мани-мани печатать не будем. Давайте мы попробуем починить. Нам желательно, конечно, вот этим вот чизкейком заняться. Слушайте, а давайте мы попросим ее загрузить ингредиенты. А что у тебя есть? Удиви меня, моя хорошая. Давай посмотрим. А, у нее огром... Ребят, сколько у нее помидоров! Безвкусно. Ну, сори, солнышко. Тебе придется питаться. Безвкусно. Зато нам не надо тратить деньги. Нам не надо будет тратить деньги. А можно не по штучке? А можно не по штучке? Ладно, давайте хотя бы вот так вот перенесем пока что. Может, потом мы где-нибудь еще сможем это все использовать. В общем, дорогая моя, давай-ка ты будешь готовить. Приготовить для всех... Ну, давай окуня. Будем сейчас с вами прокачивать вот все, что нам с вами необходимо для нашей жизни. Вот кулинария нам просто вот нужна. Нам нужно прокачаться. Я имею ввиду касать... Опа! Смотрите, как классно. В общем, я хочу, чтобы мы с вами прокачались, ну, до седьмого уровня как можно скорее. Потому что, по-моему, на седьмом мы открыли с вами чизкейк. Все, ты покушала. Ты в прекрасном настроении. Теперь тебе срочно нужно в туалет. Слушайте, что это за звук воды? Это отсюда? Так, почи... Да, у нас тут все протекает. Так, быстро. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Давай в туалет. Это она сломала? То есть там было все в порядке, она еще и доломала? Начинается. Быстренько нужно сейчас все починить. Потому что у нас тут будет просто полне... Это что такое? А у тебя же все нормально с настроением. Почему ты не хочешь починить? Ребята, в чем проблема? Макс возвращается домой и он принес сто двадцать пять. Тихо, 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 тихо. Хороший мой. Как у тебя делишки? Давайте вообще посмотрим. Гигиена, надо его искупать. А мы же можем искупать в Симс-2 собачку, да? Ну, я надеюсь, что так. Она, ребят, не починила. Слушайте, давайте, может быть, мастера наймем. Можно нанять мастера? Ну, как бы нам финансы позволяют. Услуги, экстренные службы. Это, наверное, услуги. Давайте проверим. Значит, давай посмотрим. Можно заказать? Мастер, да. Сколько мне это будет стоить? Десять пятьдесят. Ладно, хорошо. Окей. Хай мастер нам все починит. А можно Макса? Да, все, пойдем купаться Макс. И давайте посмотрим, что нужно Максу для прокачки. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы он повышение получил. Знание команд не требуется. Ну, короче, я так понимаю, что он должен будет... Тихо, тихо, тихо. Куда ты идешь? Быть позванным. Ребята, почему она какого-то бледного цвета? Ребята, а что это сейчас было с цветом? Вы не видели, наверное? Что? Спасибо, Астория. Подождите, я просто увидела, что она была какая-то совсем бледная. И я думала, что, может быть, что-то произошло. Так, выкупай, пожалуйста, Макса. Пойдем купаться. У нас там, по-моему, Скунс гулял. Будем? Блин, неудобно, что ли, ванна стоит? Да вы что, гоните? Ладно, давайте тогда как с вами сделаем? Давайте сделаем перестановку, что ли? Как тебе разместить? Может быть, здесь как-то вот так вот? Ну, это тоже неправильный вариант. Я так понимаю, что нам надо вообще где-то здесь в центре поставить эту ванну. Давайте так попробуем. Я просто помню, что там какая-то была фишка. Типа, надо под каким-то определенным углом ее поставить. Ну, давайте проверим. Пойдем купаться. Пойдем купаться, мой хороший. Макс, идем. Блин, она не может его искупать. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Давай. У нас же есть гараж. Вот, все, я поставила. Тут 100% можно будет искупать. Пойдем, пока у тебя настроение есть. А мастер, я так понимаю, что не может. Ожиданье, что сделать. Ага, с этой стороны. Тогда мы сейчас вот этот вот горщик переставим. И все, никаких проблем. Мы искупали Макса. У Макса, в принципе, все not bad. Давай тогда... Испортилось, да? Ну, конечно, испортилось. Ну, конечно. Давайте тогда сразу же ванну вернем на базу. Блин. Ребят, а сколько стоит ИСЕ сейчас? Да яблоню не трогай. Да не трогай ты яблоню. Сколько ты стоишь? Нет, тысячу три. Блин, она там тысяч... Сколько? Тысяч шесть, по-моему, стоила? Или шесть с половиной? Не-не, даже не думайте. Давай сюда. Значит, мы здесь можем купать нашу собаку. Ну, хорошо. Так ей удобнее. Так, значит, так ей удобнее. Так, давай-ка мы с тобой сейчас поубираем. Потом. Все, убираешь? Молодец. Давайте мы ее отправим в туалет. Но я хочу починить. Но я не смогу сейчас починить. Айна поспит, наверное. Да-да-да, мне очень приятно, что нам кто-то позвонил. Надо было вот эту порцию тоже выбросить. Блин, а как это у нас так сломалось наше джакузи? Может быть, это они так наразвлекались с Малькольмом? Я не знаю. Выбрасывай, пожалуйста. То есть, мы с вами готовим и выбрасываем. Готовим и выбрасываем. Давай для всех приготовим... Ну, теперь вроде с мясом. Давай для всех сейчас приготовим. Нам надо будет Падме позвонить. Может быть, в гости пригласить. Потому что, как бы, ну... Ну, как бы хотелось иметь хорошее... Не трогай отношения. Почини. Говорю, почини. Слушайте, по-моему, тут Габелла. По-моему, тут... Починила? Умница. Все, ребят, мы не чиним. Мы ничего не чиним. Зато, смотрите, зеленый налет вроде бы пропал. Поэтому можно порадоваться, что у нас теперь все чистенькое. Значит, возьми, пожалуйста, себе порцию. И вот это вот надо будет убрать. Вот это вот желательно убрать. Кстати, она хочет пойти в поход. Не, ну если ты хочешь пойти в поход, мы как бы не против. Позвонить Back4Money. Пойти в поход. Ладно, окей, идем в поход. Мы с вами в походе еще не были. Не, без Макса. Макс дома остается. Это у нас столько, ребята. Посмотрите, сколько наросло. Ребят, ну я не очень хочу кого-то нанимать. Но будем сейчас избавляться. Завести ребенка. Не переживай. Скоро твое желание исполнится. Живой мир природы. Как это прекрасно. Блин, ребята, а чего это у нас? Она уже... Да как же у нас так быстро? Подождите. 8 минут мы с вами играем, и уже... Уже все происходит. Так. Друзья мои, стоп. Она четвертая. Подождите, а какой у нас... Нет, третья. Подождите. Был Стиваен. Гебриэл. Она третья. Значит, сейчас четвертый малыш. Куда она снесет? Четвертый же, да? Ребят, если я напутаю, то я... То я напутаю. Может такое произойти. Как думаете, мальчик, девочка? И... Удивимая игра. Мальчик! Хорошо. Значит, давайте назовем его Боб. Ну, Бобби, хорошо. Бобби. У нас же получается Астория. А, Бобби... Бобби четвертый. Подождите, правильно? Бобби четыре. Так. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Тихо-тихо. Она хочет изучать советы родителям. И она хочет заключить брак. Ну, какой брак, дорогая моя? Ну, не получится. Это не тот челлендж, ты перепутала. Значит, Астория четвертая. Томас третий у нас был. Да. Но вы помните, что детишек, к сожалению, забрали. Значит, Гебриэл второй. Стиваен первый. Она у нас третья. И это четвертый Бобби. Так, четвертый Бобби. Надо бы тебе, наверное, купить все необходимое. Поэтому давайте смотреть. У нас тут, блин, осталась вот эта вот какая-то... Я не знаю, что это. Каша, что ли? Значит, мисочка идет сюда. Потом давайте сразу же добавим. Я не буду пока включать вот этот вот чит, потому что... Мне кажется, что она начнет тыкаться туда-сюда. И в итоге мы с вами все напутаем. Значит, давай смотреть. Что мы с тобой будем сейчас покупать? Нам нужна кроватка. Эту же, что ли, взять? Можно, в принципе, взять вот эту. Она стоит, кстати, трошки дешевле. Значит, здесь у нас будет кроватка. А можно сюда? Нет. Даже нельзя губу закатать. Давайте также, наверное, горщик. Но нам горщик как бы пока что рановато. И нам бы пеленальный столик. А давайте его вот здесь. О, перфект. Смотрите, просто идеально все влезло. Уложи, пожалуйста. Уложи, Бобби, кроватку. Уложи. Куда ты пошла с ребен... А, она типа вот так может только быть. Ну, окей, окей. У малыша вроде бы все not bad. Давайте мы и дальше будем избавляться от сорняков. Ну, ребят, нам нужно будет искать новые отношения как бы. Это кто? Это кто? Это кто? Это Аллегра. Мы с вами Аллегру уже видели. Малыш трошки же в теньке. Сейчас посмотрим. Так, подстриги. Можно было бы, конечно, нанять садовника. Но мы же не будем нанимать садовника. Нет, ни в коем случае. Сколько у нас сорняков? Мне кажется, что как-то многовато. Ложись, давай спать. Слушайте, нам бы, наверное, добавить еще одну дверь. Вот где-то здесь. Но чтобы она в садик прям могла... Кстати. Сейчас наш Суцик отправится на работу. Ух ты, смотрите, какая тачка. Мне кажется, наша собака снимается точно в Лессе. Значит, я бы здесь добавила дверь. Ну, как бы у нас есть дверь главная и есть дверь во двор. Слушайте, давайте, может, пока продадим... А, я не могу. Конечно. Ну, конечно, Даша. Давайте здесь пока размещу вот эту вот плиточку. Здесь бы нам добавить дверь. Так, давай мы сделаем чпоньк. Потом здесь у нас будет еще один стильчик. Значит, можно было бы, конечно, его здесь давать, но я не буду. У нас тут есть, понимаете, как бы вот как раз идеальное место для прохода. Значит, вот этот кущик я, наверное, вот сюда перемещу. Надеюсь, что она может к нему подойти. И здесь просто перфектно впишется дверь. А какая? Такую же, что ли, взять? Это вот эта она? Или нет? Ребята, это та же дверь? Ну, мне кажется, что просто здесь идеально вписалась бы именно стекля. Можно, конечно, такую, кстати. У нас все белое. А у нас есть белое. Дверь, как называется? До свидания? Прекрасное название. Слушайте, давайте здесь у нас будет дверь до свидания. И она как раз сможет быстренько бегать туда-сюда. Все, я придумала. С дверью будет действительно гораздо удобнее, потому что, если наша мамочка работает в саду... Эм, здрасте. А вы кто? Владилен? И я так понимаю, что это мастер приехал, который решил посмотреть на наш садик. В общем, с этой дверью реально будет удобнее, если мамочка работает в садике, и тут плачет малыш, то она как раз чпонька-чпонька и забегает. Значит, поменяй, пожалуйста, Бобби пеленки. Бегом, давай, поменяй Бобби пеленки. Бегом. Похоже, здесь все в полном порядке. Ну, конечно, в порядке, я уже всю ночь починила. Мы вообще мастера на все руки. И починить можем, и за садиком поухаживать. А вы что, сомневались? Ха. Так, покорми, пожалуйста, тогда малыша. Потом ей желательно... Нет, только нищета. Блин, слушайте, ребята, у нас, конечно, с деньгами... Ну, как бы не очень хорошо. Мы, конечно... Зина, вялых, здрасте. Видите, мы, конечно, могли бы с вами... Могли бы с вами тоже заниматься машинками. Но мне кажется, что наша Астория попробует, конечно, садик. Плюс наш любимый питомец. Так, уложи, пожалуйста. Уложи вас спать в кроватку. Мы с вами должны сейчас что сделать? Мы должны вот это вот выбросить. И давайте, наверное, тарелку тоже выбросим. Я вот думаю, с кем мы с вами следующим будем крутить роман? Стоп, 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 ухаживать. Давайте глянем. Значит, это Зигмунд. Подождите, Зигмунд. Зигмунд, а кто это такой? Я не помню, кто такой Зигмунд. Слушайте. Но от Зигмунда же у нас нет детей, правильно? У нас, получается, только Бобби от Малькольма. И как бы все. Поэтому с Зигмундом теоретически... Я просто давненько не заходила в игру. Я делала небольшой перерывчик с записями. И как бы... Как бы я не помню. Она опять пошла спать? Да что ж такое? Что ж такая вечная соня? Нет, я, в принципе, тебя понимаю. Самой бы хотелось бы вот это вот так, знаете, лечь на полдня и поспать. Но нет, у нас тут как бы полунычка растет. Поэтому, дорогая моя, просыпаемся. Все, хоро спать. Теть, да что... Слушайте, я не успеваю отменить. Она уже бежит. Причем она бежит не в свою кровать. Она ложится в соседнюю. Давай, давай, занимайся, занимайся. Серебряный знак отличия. Почетный садовод. Я же вам говорила, что она просто умничка. Значит, что она хочет? Она уборку третий уровень. Ну, ты не переживай. У нас тут убирать, убирать и убирать. Она хочет кушать. Давайте пойдем еще что-то приготовим. Короче, будем сейчас с вами готовить, готовить, готовить и готовить. А приготовь, пожалуйста, спагетти. У нас будет большой запас еды. Потому что нам как бы, ну надо, вы же понимаете. Наш Цуцик уже вернулся домой. Макс получил повышение. Статист, между прочим. Теперь ваш питомец играет второстепенные роли. Слава не за горами. Но для начала придется выучить катись. Катись, катись, катись. Хорошо. Катись так катись. В принципе, я думаю, что мы сегодня сможем быстренько все выучить. Так, возьми, пожалуйста, порцию себе. Потом вот это все вымой. Это мы с тобой убираем. И, наверное, ей придется пойти сейчас быстренько в душ. И потом она должна выспаться. И потом мы будем вместе с Максом изучать вот эту вот команду. Потому что вы же понимаете. Нам нужно получать премию 440. 202. Слушайте. Слушайте. Так, в принципе, действительно наш питомец может... Ого го, сколько нам денег приносить? Мы будем только заниматься тренировкой. Как бы денежки сами будут нам идти в карман. Сейчас малыш, конечно, проснется. Да? Нет? Вроде бы пока нет. Вроде бы пока все. Кстати, у нас еще и рыба. Ребят, у нас тут куча всякого интересного зарплата. Просыпаемся. Уэйки-уэйки. Давай-ка теперь мы переоденем тебя и укладываем спадки. А, мой хороший. Давай мы с тобой сейчас... Вот он как раз выспался. Нам нужно выучить команду. Дрессировка. Катись. Слушайте, так осталось 4 команды всего лишь выучить и все. То есть как бы вообще без проблем. Все? Нет, не все. Ты же не выучил. Дрессировка. Еще раз давай. Катись. Ч-ч-ч-ч-ч. Назад. Давай изучать. Подождите, а там вообще не было изучения. Вам не кажется, что там вообще не было показателя? Вот этой вот шкалы. Классно. Мне так нравится, как у нас игра иногда решает, что это нам делать не надо. Так, Хай покушает. Ты куда? Так малыш же не плачет. Оставь малыша в покое. Я тебя умоляю. Вот. Мы почти справились, ребят. Давайте еще раз. Дрессировка. Катись. Там осталось, по-моему... Вот чуть-чуть. Да? Да, да, да. Выучил? Все, молодец. Давай-ка мы наполним миску. Тебе бы желательно взять отходы. Куда ты идешь? Ну, малыш не плачет. Я не знаю, о чем разговаривать с ней. Возьми. Я не знаю, что мы там. Бутерброд. Ого, сколько у нас всякого разного. Нет, нельзя. Макс. Нельзя портить мебель. Так, иди скажи Максу. А, уже не скажем Максу. Или можно? Порчи мей, давай. Скажи, что нельзя портить мебель. Говорил и балакал и силы той заплакал. Понимаете? Я ее хочу попросить, чтобы она тренировала питомца. Она такая, я не буду ругать. Хай, грызет мебель. Все. Он пошел отдыхать. Так, ты кушаешь. Теперь давай смотреть. Поливать мы не будем. Здесь у нас все not bad. Деревья мы тоже трогать не будем. Нет, ну в принципе, все у нас неплохо. Слушайте, пойдем... Пойдем сюда. Давайте попробуем подделать символион. Не знаю, что у нас из этого получится. Главное, чтобы у нас машину эту не отобрали. Мы можем частика 2 поработать. Пожар! Туши давай! Да не ори ты, а туши! Туши давай! Хорошо, что у нас тут нет системы пожаротушения. Представляете, приехали пожарные наверняка. Они бы узнали, что у нас тут как бы пожар начался. А можно деньги получить? Сколько? 84. Ну, в принципе, not bad. Слушайте, так может мы этого Зигмунда к себе в гости пригласим? Ну, как бы, о чем бы и не. Давайте пригласим. Если удастся с ним сейчас закрутить роман, это будет вообще восхитительно. Позвонить, персонаж... Я, правда, не знаю, он у нас подросток или он у нас... Слушайте, по-моему... Я вспомнила, кто этот Зигмунд! Это... Это продавец, точно! Слушайте, давайте тогда Авдея пригласим. Это продавец-консультант, и он у нас подросток, и мы не можем его сделать, к сожалению, старше. Ладно, приходи ты. Приду с другом? Нет! Не надо мне еще друга. Всегда приятно увидеться. Скоро буду, это просто чудесно. Давайте мы приготовим сейчас порцию окуня. Не трогай ребенка. Приготовим порцию окуня. Опа! Это твой друг? Палхто? Палпатин? Лоу! Привет! Я же попросила без друга. Я понимаю, что у вас тут какая-то рок-тусовка. Ты можешь его пригласить? Где он? Что он там ходит вокруг наших этих самых окуней? Не трогай окуня. А пыли, пожалуйста. Заходи. Давай мы его сейчас накормим. Нас все-таки, в принципе, убрать... Подожди, мы что, одну порцию приготовили? Блин, я не то выбрала. Ладно, давайте приготовим для всех, точно. Я как бы не подумала о том, что к нам сом. Я не подумала, что к нам сейчас гости придут. Ребята, у нас, по-моему, грязная раковина. Ой, сейчас Бидося будет. Он к нам пришел рыбу ловить. Нет, ну вы понимаете? Вы понимаете? Давайте мы пригласим гостей к столу. Уважаемый! Кукусики! Он нас ослышал? Куда? Куда ты потащил? Куда ты потащил, Сомика? Я все видела! Я думаю, что ты хотел стащить у нас Сомика. Ладно. Сделаем вид, что мы не заметили. Он не пытался ничего сказать. Как-то он очень быстро поел. Давайте мы его будем развлекать. Пахабный анекдот. Потом давайте мы прыгнуть на ручки уже можно. Да ладно. А, он нам не нравится. Ребят, ну у нас 70-70 с ним как бы. Хоть он нам и не нравится. Слушайте, ну давайте... Да блин! Все, хоряй тебе ловить нашу рыбу. Ну давай попробуем очаровать его. Авдей, обратите на нас внимание. Ребята, так он нам не нравится, а мы ему? Я думала, что может быть мы ему нравимся. Давайте попробуем его поцеловать. Да здравствуйте, давай познакомимся. А я же не вижу. Как думаете, удастся? Ты лучше всех. Спасибо. Ой, они поцеловались. Подождите, ребята. Подождите. Стоп, уже он не... Ты стоп, что происходит? Это что, от любви до ненависти? Ребята, а как такое вообще может быть? Подождите, ребята, а как такое вообще происходит? Стоп. Он же вроде ее... А она его... Как бы... Как бы у них же ничего не было, нет? Ну как бы я помню, что у них не складывалось. А тут я смотрю, один такой легкий поцелуй и все. У них любовь, морковь. Нет, я же не против. Да пожа... Оу май. Ребят, ну... Действительно у нас эта история, прям от любви до ненависти. Я смотрю на наш садик, и мне становится кисло. Надо с ним позаниматься как-то. Слушайте, а мы можем его пригла... Можем, можем, можем. Вы уже поняли, можем. Так, идем. Идем, хватит тебе рыбу ловить. Тихо, тихо, тихо. Хватит рыбу ловить. Ласкать под облаками, предложить... Пригласить. Пойдешь с нами? Какой поцеловать? Ребята, мы же его при... Я же нажала. Пригласить. А, видимо, она у нас не сработала. Так, пойдем, оставьте свою удочку. Опять упал. Оставь удочку. Ладно, я пойду с тобой полежу. Моя короля. Снова повышение? Каскадер? Ребят, у нас уже 7900. Кошачий ошейник? Не, ну это здорово. Но почему собаки и кошачий ошейник? Ну ладно. У нас, наверное, еще и котик потом будет. Так, ну что, мы можем? Давайте его страстно поцелуем, а потом вот этот пункт. Ребята, смотрите. Вы помните, как она к нему... Тихо, 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 тихо. Верните нам, пожалуйста. Вы помните, как она к нему относилась? Ну, то есть как-то... Ну, мы их вроде бы пытались как-то свести. И как-то ничего не получалось. А тут я смотрю, что все как-то очень быстро получилось. Вы представляете, какие у нас тут неожиданные... Блин, жалко с вот этим... Как там тебя, Зигмунд или как тебя зовут? Да, Зигмунд. Жалко, с ним ничего не получается. Может быть, мы сможем его сделать старше... Ну, в следующем поколении, я не знаю. Ну, просто реально обидно. Ребят, второй бэйбик. Второй бэйбик. Что у нее с глазом? Ребят, она пришелец? Второй? Нет? Все. Чао, бомбина. Все. Можешь идти. Можешь идти домой. Можете рыбу половить. Только желательно нашу рыбу верни нам. Это наша рыба. Так, ей бы желательно быстренько в туалет. Блин, ей спать хочется, понимаете? Я хочу как бы с нашим садиком разобраться. Что нужно еще выучить нашей собаке? Давайте смотреть. Умри. Ага. Нужно будет новую команду попросить изучить. Ну, не знаю. Кстати, Бобби завтра уже отмечает день рождения. Представляете, как время реально летит? Ладно, ложись спать. Мы должны ее попросить сейчас выспаться. Куда ты? Куда? А, все, понятно. А то я смотрю, вроде бы все было в порядке. Тут она подорвалась. Он пошел рыбу. В труселях пошел ловить рыбу. Представляете, ходят наши соседи такие. Блин, опять у нее какой-то новый ухажер, который в трусах ловит рыбу. В общем, она сейчас выспится. Потом она должна с садиком разобраться. Ребята, к нам призрак пришел. Ребята? К нам, по-моему, только что призрак пришел. Поухаживай, пожалуйста, за растениями. Ребята, у нас тут призрак Беллы. А может не надо нас пугать, пожалуйста? Мы и так такие пуганные. Мы и так такие пуганные. Еще и призрак. А что у нее с головой? Это прическа у нас так интересно отображается. Ребята? У нас тут... Оу-оу-оу-оу-оу. Не надо было вселяться. В лампу вселилась. Отлично. Так, у нас плачет малыш. У нас плачет малыш. Может быть, малыш испугался? Слушайте, давайте, может быть, возьмем пляшечку для Бобби. Так, дорогая моя. Сейчас малыша заберут, и потом у нас будет бедо. Сейчас давай покорми, покорми. Хотя мне кажется, что малыша, наверное, напугала все-таки наша Белла. Давай-ка ты все-таки доделай тут дела с растениями. Вот я вижу, что за этим ты так и не доухаживай. А потом мы займемся с вами сном. Я хотела сказать собачкой, но нет. Мы с собакой сейчас никак не займемся, потому что она хочет спать. А когда она хочет спать, зато у нее досуг прекрасный. У нас еще сломалась, по-моему, посудомойка. Или это, подождите, или это у нас мусорка? Вынести мусор. А, починить. Ну, все понятно. Нам бы, кстати, еще посудомойку купить, может быть. Нам как бы финансы позволяют. Все, ты проснулась? Давай-ка ты поменяешь. Или не надо менять? Что случилось? Приласкай. Что случилось? Уложи в кроватку. Вот это надо выбросить. То есть мы с вами готовили, 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 готовили. Слушайте, а что с малышом? Мы же только что кормили. Ну ладно, давайте еще покормим. Странно. О, призрака испугалась. Уложи Бобби. Я думаю, что Бобби боится призрака. Так, выбрасываем. Ребят, что с малышом? Давайте поиграем. Она еще и голодная. Ребят, а что действительно с малышом? Как думаете? Ты чего плачешь? Собачка играется. Призрака больше нет. Все хорошо, не переживай. Ребят, она все еще здесь летает. Она нас действительно хочет тут налякать. Слушай, а давай посмотрим переместить эту могилу. Не надо перемещать. Давайте попросим ее взять отходы. Не надо, не надо. Все будет хорошо. Съешь что-нибудь. Это кто? Это, по-моему, порция, которую мы с вами готовили. Да, поешь. Мы же так и не успели скушать сомика, потому что нас как бы... Как бы оторвал наш новый друг. Теперь сходи, пожалуйста, в туалет. Я хотела бы, чтобы наш Цуцик как бы... Сегодня выучил команды. Вот, теперь надо поменять пеленки. Слушайте, у нас тут столько событий происходит. У нас катастрофа дома, ребят. Сегодня Макс не... О, это отлично. Макс сегодня не идет на работу. Ребята, по-моему, у нас что-то происходит дома не очень хорошее. У нас левитирует малыш. Ребята, я такого вообще никогда не видела. Слушайте, а если она перевернется, малыш тоже? Подождите, а что? Как? 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 Так, что нам делать? Она может уложить его? Слушай, просыпайся. Ложи ребенка. Блин, я уже перепугалась. Думаю, ну все, капец. Полить, собрать. Кстати, собрать весь урожай. А давайте мы соберем весь урожай. Можно было бы, конечно, продать, но я, может, часть загружу потом в этот самый. Слушайте, реально у нас есть теперь урожай. Только, наверное, какие-то безвкусные, да? Удиви меня. Безвкусный огурец. Да что ж такое у нас с этими огурцами? Какая-то полнейшая лажа. У нас сломан унитаз. Дорогая моя, тебе нужно будет его починить сейчас. Прочистить, почистить. Потому что у нас бедося. А еще, по-моему, наша собака хочет помыть. Да, надо срочно помыть нашу собаку. Корм есть. Фух. Я уже перепугалась. Выкупай Макса. Да я вижу, что Макса надо искупать. Слушайте, ну я не могу почему-то вот здесь купать собаку. Ладно, давайте купим ванну. Давайте купим ванну для нашего Цуцика. И разместим ее просто в гараже. И все, и никаких проблем не будет. Это что у нас такое? Нет, я такое не хочу. У нас тут где-то с лапками было. Вот. У нас будет ванна для собачки. Вот здесь. Так, идем купаться. Идем купаться, идем купаться. Макс! Идем, идем, идем. Все, отлично. Значит, у нее опять упала гигиена. У нее опять упал сон. Поэтому давайте мы, наверное, ее сейчас опять отправим отдыхать. Кстати, сегодня, ребята, сегодня ж Бобби станет старше. Хорошо, что у нас хотя бы есть еще один унитаз. Потому что это была просто полнейшая бедося. Она хочет пойти реагировать на дождь. Не-не-не, дорогая. Давай без реакции на дождь. Почини. Что, ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Оставь малыша в покое. Говорю тебе. Я имела в виду не на пол размести. Неделя прошла так-сяк. Я с тобой согласна. Неделя прошла так-сяк. У нас тут и пожары были, и призраки. Ну, вообще какая-то бедося. Ложись спать. Все, ложись, спи, отдыхай. Слушайте, так Бобби станет через пару часов старше. И нам, получается... О-о-о-о, тут у нас еще лужи. А мы с вами еще, кстати, не пособирали, да? А тут еще нечего собирать. Слушайте, а герочки у нас, получается, раньше всех созрели. Нам нужно сегодня обучить нашу собаку. Хошь, не хошь, надо обучить. Потому что, ну, вы же понимаете. Если наш пес получит как можно скорее повышение, это будет просто восхитительно. Так, поднимаемся. И, по-моему, кому-то нужно поменять пеленки. Давай, давай, меняй пеленки. Ребят, по-моему, через час малыш станет старше. Она теперь хочет выйти замуж за Авдея. Классно, ребят. Может, нам тортик нужно купить? Почему Бобби не становится старше? Что у нас за дурацкий баг? Давайте проверим. Я не уверена, что совсем маленьким подойдет тортик. Ну, проверим. Это все-таки Симс 2. Значит, тортик, тортик, тортик. Давайте возьмем вот это. 30 миллионов не так уж дорого. Я не знаю. А, можно Бобби поднести? Так, разворот. Разворот. Бобби, пойдем. Пойдем. Пойдем взрослеть. Уже пора. А тортик. Смотрите, какая классная рубашка. Покажись. Привет. Бобби растет. Теперь это младенец. Ребята, а для кого я тортик купила? Для кого я покупала тортик? Ладно, мне не жалко. Мне действительно не жалко. Привет. Привет, мой хороший. Ладненько. Давай-ка тогда мы что сделаем? Мы тебя укладываем. Подождите, давайте проверим. Все ли по показателям? Туалет, туалет. Горщик. Так, быстро, 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 быстро. На горщик. Бегом, бегом. Успей. Я понимаю, что ты хочешь спать. Не кричи на меня. Я сама сейчас кричать начну. Получилось? Фух, ребята. Успели. Сейчас она отрубится. Нет, нет, нет. Не надо тебе туда. Она хочет кушать. Она хочет спать. Ребята, я ничего не успеваю. Блин, прибраться. Там унитаз протекает. Уложи. Уложи малыша. Молодец. Нет. Нет, нет, нет. Так, игрушки. Ребята, быстро надо купить каких-нибудь мишек. Еще чего-нибудь. Не надо тебе играть с унитазом. Я тебя прошу. А это у нас что такое? Это у нас лошадка. А вот если я здесь лошадку поставлю, может ты с лошадкой поиграешь? Так, попросить покататься. Нет. Мы лошадку тогда на улицу выставим. А где мне ее поставить? А вот здесь можно? Так, здесь у нас будет лошадка. Давайте, может, какие-нибудь кубики. Это кто? Это конструктор? Да. Значит, конструктор. Идем играть. Только через мамочку аккуратненько. Иди, пожалуйста. Мамочка отрубилась. Ребята, ну это просто какой-то капец. Вы понимаете? Вы понимаете, что это капец? Это называется, мы с вами собирались все успеть. В итоге она отрубилась. Главное, чтобы малыш аккуратненько, аккуратненько проходим, проходим, аккуратно и играем. Ребята, это просто, знаете, сцена 100 детей. Просто вот сцена, которая описывает этот челлендж. Если вы когда-нибудь захотите поиграть в сотню детей, то вот, пожалуйста, иллюстрация для этого челленджа. Хорошая моя, давай-ка ты все-таки... Ты не хочешь просыпаться? Просыпайся, пожалуйста. Проснуться. Уложи, Бобби. Уложи, уложи. Ты все, бросай кубики. Кубики и прочее. Ребята, ей надо срочно поесть. Срочно, срочно взять отходы. Что хочешь, но ты должна съесть. Упадешь лицом в тарелку, я пойму. Я пойму. Главное, тебе съесть хоть что-то. У нас тут где-то рыба была какая-то. Кто? Десерт? Нет. Давай бутики. Быстро-быстро ешь. Фух, она хоть шматочек смогла съесть. Ребята? Опять отрубилась. Куда ты идешь? Да не надо тебе телевизор смотреть. Не надо съесть этот несчастный бутерброд. Ешь. И ложись спать. Плевать уже на качество этих бутиков. Быстро-быстро. Даже не смей отрубаться. Макс сегодня опять не идет на работу. Серьезли. Так, она хочет научить Бобби ходить. Окей, no problems. Фух. Так, мы вроде бы пока справляемся, ребят. Но меня уже сдают. Нет, у нас один малыш. Слушайте, мне кажется, нашей Белли как-то было проще. Все? Все в порядке. Выпусти, пожалуйста. Поцелуй по-семейному. И выпусти малыша. Я тебя прошу. Вот, молодец. И помести. А, ты хочешь покормить? Хорошо, хорошо, хорошо. Ты бы и себя покормила. А бутики еще не пропали? Вот, ешь. Ты же не отравишься сейчас? Нет. Возьми еще порцию. Вот, молодец, умница. Почти отрубилась. Приберись. Ребята, это какой-то капец. Причем самое интересное, у нас самая дорогая кровать. И она, ну, как бы высыпается, но не особо. Все, все, все. И сегодня, немедленно я опла... Блин, ребят, тут еще долги. Так, ты успеешь оплатить, забрать? Быстро, быстро, быстро. Нет, не иди ты спать. Да, оплатишь ты. Ребят, это какой-то капец. Это просто капец. Сколько? 170, нормально. Я понимаю, что хочешь спать. Все, мы оплатили. Это просто какой-то мрак. Дорогая моя, тебе надо просыпаться. И тебе надо выспаться. Вот просто взять сейчас и выспаться. Спать в пижаме, давай. Заходи, у нас грязно. У нас тортик стоит, который надо будет выкинуть. Слушай, хороший мой. А может быть, мы для тебя еще что-то купим? Давайте посмотрим. У нас же есть тут всякие интересные вот крольчишки, мишки. У нас, кстати, есть всякие кубики. Вот эти вот кубики, это эти. Ну, вы поняли. Сундучки с игрушками. Но я думаю, что пока что этого хватит. Слушайте, а вот эта штука. Стол мечта шалуна. А для кого она? Мечта шалуна, досуг техника. Блин, ребят, я не знаю, подойдет ли малышу. Ну, давайте я размещу, сейчас посмотрим. А, можно играть с кубиками и рисовать. Быть обнюханным. Сейчас тебя обнюх... Не хочешь? Ладно, поиграй тогда с кубиками. Кстати, про кубики я, получается, была права. Мы должны выспаться. Мы должны сейчас выспаться. Что такое, мой хороший? Что случилось? Туалет, туалет, туалет. Ребят, вынести. Вынести. И давай приучать горшку. Или не успели? Нет, успели. Успели, ребята, успеем. Мы должны успеть. Она же хочет научить его ходить на горшочек. Давай, 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 давай. Нет, не успели. Ну, что ж такое, дорогая моя? Ты меня начинаешь расстраивать. Уложи, пожалуйста, Бобби. Ребят, бодрость вообще у нее никуда не девается. Она хочет теперь его, наверное, искупать. Поменяйте пеленки. Поменяй, пожалуйста, пеленки. Поменяй пеленки. Не беси меня, моя хорошая. Поменяла? Молодец. Умница. Теперь укладывай спать. Уложи спать. И сама себя уложи спать. Бед, это просто какое-то хардкорище. А ведь, казалось бы, один малыш должно быть проще. Не, мне ребята писали, что надо быть вот в этом челлендже с не таким большим количеством малышей, как в Sims 4. А тут желательно один, два, ну, три максимум малыша и все. Потому что мы просто, ну, не справимся. Ну, видите, что мы не справимся. Так, хороший мой, как у тебя делишки? У тебя, в принципе, все not bad. Мы можем его выпустить. Прижать к сердцу. Давай-ка ты обними его, пожалуйста, и посади здесь. А мы с тобой идем ухаживать за несколькими растениями. А ты, пожалуйста, порисуй. Тебе же нравится рисовать. Вот, можешь порисовать. Али, фух, ребят. Ну, мы с вами тут сейчас можем, кстати, даже что-то собрать. Она рожает! Нет? Подождите, в смысле она не рожает? А мы разве... Это разве была прошлым вечером не вторая стадия? Ладно. Что-то наплутало, ребят. Я уже с этим хардкором в нашем челлендже просто начинаю уже... Куда? А, ладно. Она хочет пойти помыться и желательно ей поесть. Слушайте, нам надо что-то приготовить такое реально классное. Нам надо что-то калорийное приготовить. Приберись. Выброси это все. А почему она по штучке выбрасывает? Выброси. Прибраться. И, наверное, возьми отходы. Блин, а у нас все закончилось. Понимаете, в чем видосе? У нас как бы все нормальное закончилось. Это кто? Это десерт. Почему оно все подписано как десерт? Это тарелка. Ну, давай вот этот вот десерт. Хотя, по-моему, это рыба. Не? А с Белой мы ничего не можем сделать. Как дела у малыша? Кстати, мы можем его сейчас отправить на горщик. Давайте мы там разберем, что у нас завалие здесь какое-то. Давайте горщик, наверное... Оставь. Давайте мы его разместим здесь. И как раз никто никому ни в чем не будет мешать. А здесь у нас, наверное... Нет, вот здесь будет конструктор. Здесь. Здесь. Вот здесь будет конструктор. Все, я надеюсь, что теперь у нас путаницы не будет. Значит, хорошая моя, ты поела? Пожалуйста, приучать горшку. Не трогай ничего. Следующую порцию возьмешь потом. Ребят, да она что, взнущается? Иди сюда. Приучить горшку. Бобби, ты же ничего не делаешь, правильно? Давай. Ты же хотел туалет, правильно? Молодец. Все, умница. Уложи в кроватку. Вынеси. Вот, молодец. И, пожалуйста, возьми еще порцию. Ладно, будем доедать, ребят. Будем доедать. Стоп. А у нас... Ой. А наш Цуцик все выучил? Давайте посмотрим. Знание команд не требует. Вот, молодец. Надо срочно миску наполнить. Ребят, у нас тут призраки. У нас призраки. Конечно, не в калидоре. Приберись. Это тоже, пожалуйста. Фу. Ребят, у нас все тут испортилось. Давай-ка ты сейчас срочно что-то приготовишь. Сходи в туалет. Нам надо все-таки прокачивать. Я вам говорила, что нам нужны чизкейки. Нам нужно много чизкейков. Значит, приготовить для всех. Мы давно с вами не готовили. Фаршированный окунь. Блин, что сделать? Давайте окунем. У нас что, еще рыба была? Серьезно? Мне казалось, что у нас уже рыба как бы все. Все приготовила. Убрать остатки и ложись спать. Или ты не можешь лечь? Ребят, Бобби голодный. Значит, Бобби взять пляшечку. Быстро, быстро, быстро. Хватай ребенка. Накорми его. И ложись спать. А как у Бобби дела? А у Бобби, в принципе, все not bad. Поэтому я хочу его отправить. Давайте продолжить рисование. Бобби у нас будет, кстати, прокачиваться. У нас действительно много всяких интересных штук для малышей. Поэтому, в принципе... Кстати, замените. Он в более старшем возрасте вообще на плиззраков не реагирует. Вот в апсче. У тебя все хорошо, да? Молодец. Не плачь. Чего ты плачешь? Что случилось? Плакать? Не плачь. Пожалуйста, смотри. У тебя есть такая вот симпатичная игрушка. Тебе понравится? Тебе понравится? Все будет хорошо. А ты куда? Ты уже спать не хочешь, правильно? Ну, правильно. Давай-ка ты поубираешь. И, пожалуйста, вымыть раковину. Ну, что это у нас тут такая грязнота самая настоящая? О, она же хотела, кстати, повысить, я помню, свой уровень уборки. Как дела у нашего малыша? Слушайте, малыша, наверное, надо снова на горщик сейчас. И потом мы его уложим спадки. И потом я бы хотела, чтобы он все-таки прокачивался. Потому что наша же мамочка... Стоп, что? Что такое? Тихо, тихо, тихо. Включать горшко. А что ты стала? Стала себе, стоит. Не сможем пока, да? Хорошо, тогда ты, пожалуйста, пойди поешь. Ты хочешь спать? Все. Уложить в кроватку. Молодец. Вынеси и пойди поешь. Блин, ребят, мы с вами готовим-готовим. А получается, вот эти вот все блюда вообще не питательные, нифига. Вот вообще не питательные. Они нам ничего не дают. Значит, съешь, пожалуйста, порцию бутиков. Ну, бутики, я согласна. Это Абелла полная. Что кушаешь, что не кушаешь? Никакого изменения. Вот. Две порции, это уже хорошо. Слушайте, а мне кажется, что у нас как-то все очень быстро разлетается. Давай быстро в туалет. У нас, по-моему, там прочистить. Блин, забился унитаз. Нам, кстати, бы желательно здесь еще дверь добавить. Слушайте, у нас должны быть здесь все вот эти вот проходы соединены. Как у тебя дела? Давайте мы его выпустим. Он Хай дальше рисует. А ты ложись спать. Все, молодец. Надо еще прочистить. Ребята, в одиночку, конечно, ей крайне сложно. Давай-ка ты поиграй с кубиками. Вот. Не хочешь играть? Тогда рисуй. Почему ты не хочешь рисовать? Ну, не хочешь как хочешь. Я так понимаю, что... Продолжи рисование. Получается, здесь уже, наверное, рисунок дорисован. Слушайте, а мы можем его забрать, интересно? Нет? Прибраться? Уничтожить? Нет, я тебе не разрешаю. А может, я могу забрать? Давайте посмотрим. Да, мы можем эту картинку где... А можно повесить? Вот здесь раз у нас будет картинка. А вот эту картинку я бы хотела... Где-нибудь здесь. Вот. У нас будет много вот таких вот красивых картинок. Значит, она должна выспаться. Потом ей надо помыться. Нам нужно заниматься нашим малышом. То есть, мы же хотим прокачивать... Слушайте, давайте мы ее разбудим и попросим... Макс получил... Он у нас зирочкой стал. Вы представляете? Синяя шерсть для собаки? Вершина уже? Ребята, наш Цуцик просто молодец. Вы представляете? Вот это класс. А куда мы ползем? А не надо к мисочке. Не надо. Мы сейчас будем с тобой заниматься. Мы сейчас будем учить ходить. Она же хочет научить. Поэтому Хай занимается сейчас малышом. Ребята, наш песик просто синяя шерсть для собаки. Слушайте, ну это прям... Прям очень круто. Давай-ка ты... А где ты телефон взяла? Я только хотела спросить. Подождите, может, мы ответим? Не надо, не трогай унитаз. Не трогай. Иди сюда, сейчас мы тебя опять на горщик отправим. Она опять улеглась спать. Слушайте, ну это просто какое-то, знаете, сонное царство у нас здесь. Так, давай. Бегом, бегом. Раз, два, три. Может, мы еще успеем тебя? Нет, не успели. Значит, укладывай спать. Слушайте, я так понимаю, что она вот-вот родит еще одного малыша. Вы представляете, здесь будет два малыша. А если нам повезет, и она сейчас двойню родит... Вот это будет поворот. Это будет прям супер. Опять она... Понимаете, она хочет только спать. Она больше ничего не хочет. В смысле, Бобби... Подождите, Бобби голодный. Бегом. Бегом, 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 бегом. Где? В смысле подкрепиться? Так, разбуди. Взять на ручки. Ну, конечно, у нас все там протекает, все забито. Взять бутылочку. Давай, быстро, быстро, быстро. Накорми. Через два дня будет уже день рождения? Ребята, серьезно? Она опять спать укладывается, понимаете? То есть, вместо того, чтобы как-то, ну, не знаю, с малышом позаниматься, поубирать. Нет, она опять ложится спать. Хорошо, давай сюда. Ложись спать. Мы не изверги. Не плачь, пожалуйста. Ложись спать. Ложись спать. Все. Так, два дня, ребят. Она рожает. Ребят, есть у нас двойня. Это будет просто, просто мега поворот. Еще и призрак летает. Ребят, это просто не серия. Это какой-то... Радуется, Белла. Радуется. Нам нужна еще одна кроватка, ребят. Даже большой дом был. У нас же не помещаются. Один лоныш, правильно получается? Да, там же анимация другая или нет? Наверное, такая же. Ребят, у нас опять мальчик. Так, Бобби. Значит, давайте назовем... Давайте назовем... Давайте Виктор. Виктор. И получается на третий, четыре... Пятый. Пятый, пятый малыш. Ребята, у нас пятый малыш. И вы понимаете, что дальше будет все труднее, труднее, труднее. Не смотри на меня так. Не смотри. Я сама на тебя так могу посмотреть. В общем, ребят, что будет дальше, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Это был просто сегодня какой-то настоящий хардкор. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok